В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Работа идет полным ходом, почти полмиллиарда рублей. Дополнительно Самарская область получит на строительство Фрунденского моста. Как заработать на чемпионате мира по футболу? Вопросы поддержки предпринимательства обсудили в торгово-промышленной палате области. Медлить нельзя. Как распознать первые признаки инсульта? Все опоры Фрунденского моста на озере Банное возведены. Работы в акватории реки Самара и на ее берегах также идут полным ходом. Кроме того, стало известно, что на строительство Фрунденского моста Самарская область получит от государства дополнительно почти полмиллиарда рублей. Таковы для региона стали итоги Петербургского экономического форума. Что сейчас происходит на стройплощадке, расскажет Валерия Макарова. Работа над Фрунденским мостом идет круглые сутки, без выходных. Все по графику. Задействовано 200 специалистов и более 70 единиц техники. Длина новой дороги вместе со всеми развязками более 2,5 километров. Ширина проезжей части 22 метра. По оценкам специалистов, новый мост в сутки сможет пропускать более 3,5 тысяч автомобилей. Сейчас на двух береговых опорах из четырех работы уже завершены. Одновременно строители занимаются дорожными развязками. Также работы проводятся по строительству девятого съезда в рамках развязки с улицы Фрунзе. По девятому съезду проводятся работы по устройству подпорной стены, которая будет укреплять крутые берега правого берега от обрушения и осыпания. Проект мостового перехода Фрунзенский – это не только, собственно, мост через реку Самара, дорожные развязки по улице Фрунзе и Шоссейное, но и мост через заболоченное озеро Банное, на котором мы сейчас и находимся. Все семь опор для этого моста уже готовы. Сейчас строители занимаются тем, что устанавливают мостовой пролет, на который сверху будет укладываться дорожное полотно. Установку всех опор будущего моста строители обещают завершить уже в этом году при должном финансировании. В ближайшее время Самарская область получит из федерального бюджета дополнительно 480 миллионов рублей. Соответствующее соглашение с правительством региона заключит Росавтодор. Договоренность была достигнута на Петербургском экономическом форуме между губернатором Николаем Меркушкиным и министром транспорта России Максимом Соколовым. Валерий Макаров, Алексей Золотенков. События. В ожидании гостей в Самаре обсуждают, как город будет встречать тысячи туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Предприниматели держат руку на пульсе и готовы работать. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Как заработать на чемпионате мира? Участие среднего и малого бизнеса в подготовке к Мундиалю обсуждают в областной торгово-промышленной палате. Чемпионат привлечет в город большое количество болельщиков и туристов. И самарские предприятия не должны упустить шанс воспользоваться этим. Считают участники обсуждений и подсказывают, как это можно сделать. На сегодняшний момент есть определенные условия. Есть условия в ФИФА, где мы можем участвовать и где нам невозможно там участвовать в малом и среднем езде. Как использовать бренд, как использовать продукцию, сувенирную и так далее. Поэтому мы сейчас как раз пригласили специалистов, которые разъяснят условия участия самарского бизнеса при проведении чемпионата мира в 2018 году в Самаре. Самые выгодные места продаж на туристических маршрутах. Сейчас они еще формируются и благоустраиваются. В частности, исторический центр Самары – набережная. Продвигать во время чемпионата будут и маршруты, действующие в области. Наша основная задача не только провести чемпионат мира, но и чтобы болельщики увезли с собой информацию о самарском регионе, тех маршрутах, которые есть, чтобы они посмотрели период проведения чемпионата мира, основные наши достопримечательности, и чтобы у них была возможность вернуться уже в последующие годы в наш город и посмотреть те достопримечательности, которые они не успели посмотреть. Предприниматели не только научат жить, но и поддержат материально. Из областного бюджета выделят деньги на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также уже в этом году действует программа поддержки гостиничного бизнеса. Сумма предусмотрена на создание и модернизацию гостиниц, санаториев и баз отдыха. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События. Почти 2000 выпускников Самарской области награждены медалью за особые успехи в учебе. Ребята, закончившие школу с отличием, также получили благодарственные письма от главы региона. На торжественной церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Это первая государственная награда в жизни Анастасии Лысенко. Получить медаль такого уровня очень волнительно, признается выпускница. За время учебы в школе Настя не только училась хорошо, но и показывала отличные результаты на Олимпиадах. Теперь девушка мечтает стать инженером-химиком. И уверена, это не последняя ее награда. Это важный этап в жизни, получить такую медаль. Но это поможет мне, я думаю, в дальнейшем. Лучших выпускников школ области поощряют медалями за особые успехи в учении уже третий год. Этой наградой удостаиваются школьники, которые неоднократно становились победителями региональных и всероссийских Олимпиад, а также показали высокие результаты на ЕГЭ. На торжественной церемонии награждения губернатор области Николай Меркушкин выразил слова благодарности родителям и преподавателям талантливых выпускников. Также глава региона поблагодарил медалистов за высокие результаты. Вы уже в 17 лет получаете государственную награду. Это уже история, это уже этап вашей жизни, чем вы. Я уверен, каждый из вас будет всю жизнь гордиться, вспоминать. И это может быть основой для очень многих дальнейших успехов, успешного пробежения по жизненному пути и позволит стать настоящим человеком, человеком с большой буквы, достойным подражанием следующим и следующим поколениям. Поэтому с праздником вас! Выпускники 2016 года в свою очередь поблагодарили губернатора за высокую награду и вручили сувениры. В преддверии Чемпионата мира по футболу медалисты подарили главе региона мяч. И от лица выпускников 2016 года хотим вручить вам памятный сувенир, символизирующий вашу связь со спортом. Долгожданные медали в руках, фотографии на память сделаны. Теперь эти ребята вступают во взрослую жизнь. Расслабляться выпускникам некогда. Впереди вступительные экзамены в вузы и новые успехи в учебе. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Более сотни офицеров пополнят ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы. Сегодня выпускники Самарского юридического института в СИН России получили документы о высшем образовании. 13 человек закончили вуз с отличием. Дипломы новоиспеченным лейтенантам вручили в торжественной обстановке. Вопускников поздравила и Алина Чемерис. Носить погоны Анастасия Акалелова мечтала еще со школы. Делится. Многие не понимают ее выбора до сих пор. Но в своем решении служить девушка непреклонна. Сегодня перед ровным строем однокурсников ей вручают золотую медаль. Конечно, становишься намного жестче, характер меняется. Но в то же время это только поможет дальнейшим по службе. Сегодня здесь на площади Славы собрались 125 молодых лейтенантов. Их чествуют коллеги и руководство. Это уже 21 выпуск Самарского юридического института исполнения наказаний. Все эти ребята в большинстве своем будут служить потом в структурах в СИН. Этого дня они ждали 5 лет. Перед выпускниками знаменная группа проносит флаг России, выступает рота почетного караула, проходит взвод барабанщиц. Сегодня в юридическом институте учатся более 700 курсантов, которые в будущем станут сотрудниками колонии и следственных изоляторов. Документы об окончании вуза теперь уже лейтенанты получают из рук офицеров, за плечами которых долгие годы службы. В завершении церемонии самый трогательный момент – прощание со знаменем института. Выпускники опускаются на колено. В течение 5 лет центральный аппарат постарался отследить, помочь в учебе. В принципе, мы довольны выпуском и уверены, что с августа месяца вы уже готовы сотрудники режима и надзора. То, что 5 лет учебы уже позади, выпускники говорят, пока не осознали. Институтскую жизнь вспоминают со светлой грустью. Новоиспеченные офицеры уже трудоустроены, через месяц выйдут на работу. Лучшие будут служить в Самарской области. Алина Чемерис, Мария Калачева, Григорий Плешаков. События. Участившиеся пожары в историческом центре Самары стали темой экстренного совещания в Министерстве строительства региона. Поводом для него стало недавнее возгорание в деревянном доме на улице Самарская. По предварительной версии, оно произошло из-за неисправной проводки. Жители в ЧП винят владельцев кафе, что располагается в полуподвальном помещении. На месте происшествия побывала Валерия Макарова. Едкий запах гари держится второй день. Вместо выгоревшего пола в коридоре несколько досок, чтобы хоть как-то выходить из квартиры. Накануне утром жильцы дома 84 по улице Самарская почувствовали запах дыма и сразу вызвали пожарных. Причиной возгорания, вероятнее всего, стала неисправная проводка. По официальным данным, пострадавших нет, но в одной из квартир оплакивают любимую кошку. Не ушла он куда, не успела убежать. На пожарке уже вытащили, уже мертвы. Жители вспоминают, несколько месяцев назад покой этого дома нарушило вот это заведение в полуподвальном помещении. Музыка и шум до глубокой ночи подвыпившие посетители. Это начало, пройдите дальше. Там есть тоже кафе, где круглосуточно жарятся шашлыки. Это тоже чревато. Вот здесь была гофра, и вот это вот дело коптило нам в окна в течение года. Вот видите, чем это закончилось. Хозяин кафе ответственность признает, готовь возместить жильцам ущерб. Мы понимаем, что это от нас пошло возгорание, мы понимаем, что ответственность на нас висит. Как бы это вопрос мы будем решать. Дом, где произошло ЧП, расположен на территории проекта реновации исторического центра. Вопросы безопасности этих домов стали темой оперативного совещания в региональном Минстрое. Участвовали все экстренные службы области. Дано поручение создать комиссию из представителей районных властей, управляющих компаний и сетевиков, и ознакомиться с ситуацией на месте. Пройти по каждому дому, убедиться в том, что сделано не по проекту, что не соответствует сегодняшним требованиям по пожарной безопасности, выявить такие очаги потенциальные, все это зафиксировать и уже иметь конкретный план мероприятий по работе с ним. Проверить жилые дома и объекты культурного наследия комиссия должна до 4 июля, после чего она представит свой отчет на городском штабе. Валерия Макаров, Алексей Золотенков. События. Всегда на чеку. В селе Курумыч прошли соревнования добровольных пожарных отрядов около 30 команд со всего региона. Профмастерство показали те, кто первыми приходит на помощь жителям отдаленных районов. Как работают пожарные добровольцы, узнала Алина Чемерес. Подсоединить пожарные рукава, вовремя подать воду. На соревнованиях Яков Синельников действует, как в реальных условиях. Благодаря ему в апреле село Покровка не превратилось в выжженное поле. По СМС очевидцы предупредили, горят пастбище. Не теряя ни минуты, команда пожарных добровольцев выехала на место. До приезда основных сил мы начали тушить и отсекать огонь от деревни, чтобы где-то до деревни оставалось метров 300. На соревнованиях профмастерства собрались порядка 30 команд со всей области. Задача как можно быстрее поразить предполагаемый очаг возгорания. Добровольные дружины и команды проходят испытания отдельно. Добровольные пожарные дружины от добровольных пожарных команд отличаются тем, что не снабжены спецмашинами. Они работают вот с такими помпами. Их на автомобиле подвозят к водоему. Здесь его имитирует вот такая вот емкость. И этой водой тушат пожар. Современность, точность и главное время подачи очень здорово влияет на итоги тушения пожара. Поэтому и в первую очередь оценивается по критерию именно поражения мишени. Сегодня в регионе около 300 добровольных пожарных отрядов. Создавать их начали пять лет назад. И сейчас они есть в каждом сельском поселении. В то время как профессиональные пожарные части только в райцентрах. Как правило, вступают в ряды добровольцев неравнодушные жители, которые в любое время готовы прийти на помощь окружающим. Прежде чем выйти на борьбу с огнем, проходит обучение в пожарных частях. Мы не можем же в каждом населенном пути организовать пожарную часть. Вот они первые приходят, и уже потом приезжает государственная пожарная охрана. Они взаимодействуют. В обычной жизни он может быть механизатором, может быть фермером, может быть заниматься каким-то частным своим делом. А когда наступает беда, он становится пожарным. Самые ценные награды делятся пожарные добровольцы – благодарность жителей. Героями многие себя не считают. Яков Синельников скромничает. Люди в селе спят спокойно, и это главное. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Григорий Плешаков. События. Осторожно, инсульт. О профилактике этого страшного заболевания и его первых признаках еженедельно рассказывают больным и их родственникам в школе пациента больницы Семашко. Тема актуальна. Во всем мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов, из них 500 тысяч в России. Таким образом, каждые полторы минуты у одного из жителей нашей страны случается инсульт. Как разглядеть его первые признаки, узнала Юлия Чернеева. Еще неделю назад Зоя Карпова и не задумывалась над такими словами, как сосудистый криз и прединсультное состояние. Но в один миг самочувствие ухудшилось. В больницу пенсионерку привезли из дома. Голова очень сильно закружилась, сильно тошнила. И я даже не могла сама двигаться. Меня зять снес на скорую помощь. Скорую помощь вызвали люди, пришли, осмотрели, посмотрели. Зять меня на руках на скорую помощь вынес. На скорую меня привезли. И тут меня благополучно, очень радушно встретили. А по-другому таких пациентов в неврологическом отделении и не встречают. Уж слишком непростой этот диагноз – инсульт. В летнее время отделение переполнено. Жара, духота, работы на даче под палящим солнцем и обезвоживание организма. Все это приводит к самым неприятным последствиям. Самые основные три признака. Это нужно попросить человека улыбнуться. Нужно попросить человека сказать какую-нибудь простую фразу. И попросить его поднять руки. Если улыбка будет асимметричной, речь будет нарушена, или он совсем ничего не сможет сказать, и руки будут подниматься не одинаково, то есть одна ниже, другая выше, какая-то слабость возникнет, тут можно с какой-то долей вероятности достаточно небольшой сказать, что это симптомы инсульта, и нужно быть тревогой и вызывать скорую помощь. Во время инсульта нарушается кровоснабжение мозга. Он не получает питания, и нервные клетки повреждаются или отмирают. Последствия инсульта печальные. Частичный или полный паралич, дефекты речи, нарушение зрения, потеря памяти. Здесь главное успеть вовремя оказать медицинскую помощь. В больнице имени Симашко работает мультидисциплинарная бригада. Со второго дня после госпитализации с пациентом работают логопед, психолог, инструктор лечебной физкультуры, физиотерапевт. Пожалуйста, разогните ножку. И еще разогните. Еще разогните. Третий месяц в отделении каждый четверг для всех желающих проходит школа пациентов. Специалисты рассказывают больным и их родственникам о правильном уходе после инсульта, о методах реабилитации и профилактики. Юлия Черняева, Максим Гусев. События. Далее коротко о других темах дня. С 1 июля в России повышается минимальный размер оплаты труда. Он вырастет почти на 21% и составит 7,5 тысяч рублей. Работодатели по всей стране не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы. Зарплаты увеличатся почти у миллиона работников в стране, чей доход рассчитывается от уровня минимальной оплаты. Пока МРОД все еще остается ниже прожиточного минимума. Повысить минимальную зарплату до этого показателя планируется в течение трех лет. На проспекте Масленникова в Самаре горели сарай. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Густой черный дым был виден за несколько кварталов. Ликвидировать пожар сотрудникам МЧС удалось быстро. На месте работали 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Колесо обозрения в парке Гагарина отправили на ремонт. Аттракцион был построен 30 лет назад. И износ конструкций был значительным. К тому же по правилам безопасности кататься в открытых кабинах запрещено. Во время реконструкции колеса не только устранят все неисправности, но и установят новые закрытые утепленные кабинки с кондиционерами, в которых можно кататься даже в морозы. И аттракцион будет работать круглый год. Саморский дзюдоист Тагир Хайбулаев поборется за медали на летней Олимпиаде Рио-де-Жанейро. Российские дзюдоисты заявлены в 11 из 14 весовых категорий. Тагир Хайбулаев, чемпион Олимпиады 2012 в Лондоне, выступит в весовой категории до 100 килограммов. В рейтинге Международной федерации дзюдо он занимает 18 место. Также на Олимпийские и Паралимпийские игры в Бразилию отправится еще 9 самарских спортсменов. Окончательный состав сборной России должен быть определен к 17 июля. Детский музыкальный театр «Задумка» привез из Грузии Гран-при Международного творческого фестиваля. Участниками конкурса в Батуми стали детские и молодежные творческие коллективы из 13 стран. Самарские дети стали победителями в номинациях «Хореография» и «Вокальное творчество». Награды для юных артистов – путевки в Международный детский центр «Артек». Рафшан, Джамшут и Аргон. Именно артистов цирка не людей, а животных. В Самаре сейчас с гастролями находится трупа артистов, а вместе с ними целый зоопарк. Всю неделю они готовятся радовать публику. За кулисами цирка побывала Марьяна Мирная. Это еще и очень хитрое животное, поэтому она всякие казусы всегда придумывает, чтобы что-то не сделать, а что-то сделать не наоборот, потому что не нужно. Александр Шатиров, как говорят, в цирковой среде родился в опилках. Здесь же вырос и работает десятки лет. Из всех жанров циркового искусства ближе всего ему стала дрессура. Верблюды, питоны, лошади. Один из старожилов цирковой труппы – Лев Цезарь, который стал для Александра настоящим другом. Как друга. Он иногда и со мной спорит, тоже что-то там доказывает. Но при этом, конечно, те животные, которые ручные, и они сильно приручены, с ним опаснее работать, чем те, с которыми работаешь на расстоянии. Потому что нет возможности его увернуться. Он прямо вот рядом, у ног. Всегда он просто голову поворачивает и может спокойно укусить или лапой махнуть. Белый тяжеловесный конь Аргон. Гордость конюшни. За ним ухаживают, как за королем. Кормят, купают и заплетают косы. В самых близких партнерских отношениях с ним хрупкая Кристина, которая выполняет сальто-мортали на спине жеребца. Сложно это, да. Потому что животному все-таки так не объяснишь, что этого пугаться не надо. К примеру, вот приучали его, пока репетировали, еще не работали, клопали шарики по залу, бегали, махали шторами. Потому что всего этого он боится и начинает шарахаться. Соответственно, я падала с него, потому что он резко из-под меня убегает. Жизни артиста цирка не позавидуешь. Постоянные разъезды, травмы, тяжелейшие репетиции. У каждого из них есть свой дом, но бывают они там разве что месяц в году. Поэтому семейственность и династийность так часто встречаются в творческой среде. Люди в цирковой сфере, они друг друга узнают постоянно и находят друг друга, как бы так можно сказать. И это, естественно, дает еще стимул того, что это работа в одной, допустим, сфере. Они могут вместе работать что-то там, придумать новую работу. В Самаре цирк братьев Шатировых уже не впервые. К нашему зрителю всегда приезжают с удовольствием. Да и на город, говорят, приятно посмотреть. Экзотических животных и экстремальное шоу можно увидеть до 10 июля. Мариана Мирная, Константин Головин. События. В цветочное убранство оделись улицы и дворы Самары. В областной столице реализуется программа «Цветущий город». В этом году только в одном Октябрьском районе высадили 13,5 тысяч квадратных метров цветов. Почему для украшения выбирают именно петунии, узнала Лариса Шалафаст. Проспект Масленниково в Самаре оделся в яркое убранство. Теперь улицу украшают вазоны с цветами. Сначала саженцы вырастили в теплице. Как только они подросли, сразу отправились на свой подиум. Бордовые, белые, сиреневые, красные. Цвета подбирали специально, чтобы внести ярких красок в городской пейзаж. Теперь эти петунии будут радовать горожан до конца лета. Они неприхотливые, они ампельные, они будут свисать. То есть это будет красиво. Не требует особого ухода. Только поливка и рыхление. Вот и все. Октябрьский район украсили цветами в рамках программы «Цветущий город». Высадили 13,5 тысяч квадратных метров клумб. Установили больше 300 вазонов и 15 каскадных конструкций. К полезной для красоты работе в этом году активно подключились предприятия и жители. Жители включаются очень активно. И жители со всеми дворами. Некоторые разбивают клумбы у себя во дворах, рядом с детскими площадками. Стараются озеленеть свою территорию. Вот и с активным, очень активным жителем. Мы даже устанавливаем вазоны на территории дворовых территорий. Помимо цветов, в Октябрьском районе запланировано до конца года высадить 130 деревьев. В основном это будут саженцы липы, каштана и березы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейная лада сменила фарм-клуб. Впервые крылья советов подписали контракты с 14-летними футболистами. Самарские ветераны дзюдо взяли три медали на чемпионате Европы. Самарские дзюдоисты на чемпионате Европы среди ветеранов завоевали три медали. Золото, серебро и бронзу. В Паречье, Хорватии третье место занял Андрей Салмин. Вторым стал Иван Сельдушкин. В финале он уступил соотечественнику Сергею Кавину. Чемпион Европы Рамиль Гельмеддинов. В борьбе за титул самарец положил на белопатки француза Александра Пасквера, чеха Эзика Олдрича и португальца Эрика Домингеса. В финале сдался еще один парижанин Рони Дженин. Крылья советов заключили соглашение с четырьмя воспитанниками Центра подготовки футболистов. Впервые подписи под соглашениями поставили 14-летние игроки. Тельман Мавсесов, Владислав Щетинин, Даниил Волков и Владислав Воронин. Генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков подчеркнул, что команда начала работать на перспективу и отметил подписание подобных соглашений нововведения в российском футболе. Таким образом клуб защищает самарских воспитанников от заманчивых предложений других футбольных академий. Конец цитаты. Тольяттинская «Лада» к континентальной хоккейной лиге в новом сезоне будет сотрудничать с пензенским «Дизелем» из высшей хоккейной лиги. До этого фарм-клубом была «Ариада» из Волжска. «Дизель» в лиге в прошлом регулярном сезоне занял 20-е место, «Ариада» – 22-е. До подписания соглашения о сотрудничестве «Дизель» работал с хоккейным клубом «Сочи». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах союз смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА